Считанные минуты до начала конкурса. Участники с замиранием сердца ждут своего выхода на сцену. Когда-нибудь они обязательно станут великими артистами и будут с улыбкой вспоминать, как шаг за шагом двигались навстречу своей мечте. Я выступаю уже не первый раз, но волнение всегда присутствует. И мне нравится это делать. Уверенность в себе. Силы, которые помогают мне верить в свою судьбу и то, что я смогу осуществить свою мечту стать актрисой. В Одинцовском центре эстетического воспитания прошел второй этап ежегодного конкурса «Чтецов. Живое слово» в рамках фестиваля искусств «Ступени». Звучали стихи и прозы известных авторов, а также собственные произведения участников. Не бойтесь. Читайте от себя то, что вы хотите сказать. Не автор, не автор. Потому что ни один автор чего-либо, он не умеет читать ни стихи, ни рассказы. Поверьте мне. По итогам отборочного этапа, проходившего в образовательных учреждениях муниципалитета, в следующей прошли порядка 90 претендентов в возрасте от 10 до 18 лет. Екатерина Зайдулина занимается в театральной студии уже 4 года. Неоднократно принимала участие в конкурсах «Чтецкого мастерства». Ее, как и многих других участников, привлекает сцена. Благодаря актерским навыкам она ощущает уверенность в себе и не боится публичных выступлений. На конкурс пришла за победой. Победа важна. Кто бы что ни говорил, победа понимает тебе самооценку. Победа дает тебе понять, что ты не зря, ты крутой. Это дает тебе стимул продолжать дальше. Но это не всегда нужно. Если ты всегда занимаешь первые места, всегда побеждаешь, ты забываешь о конкуренции. Это больше не борьба, это больше не драйв в крови. Поэтому, наверное, и то, и то. Но без победы нет участия. Лауреаты конкурса примут участие в большом галоконцерте, где получат дипломы и грамоты. Победители смогут попробовать свои силы в федеральном проекте «Таланты Московии». Елена Краева, Николай Бирюков, телекомпания Одинцова.